МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, прямой эфир идет в социальной сети Инстаграм. Также вы можете присоединиться к обсуждению, высказать свое мнение о школьном питании или задать вопросы гостям в студии. Мне кажется, уже все знают, что с этого года все ученики начальных классов должны быть обеспечены горячим питанием. Такой указ президент Российской Федерации сделал. Олег Васильевич, удалось ли справиться с поставленной задачей? Да, вы абсолютно правы. Было на обращении президента к федеральному собранию было поручение обеспечить горячим питанием всех учеников начальной школы. То есть это с 1 по 4 класс. С задачей Одинцовский городской округ справился, причем справился максимально в короткие сроки, и все необходимые меры, мероприятия были проведены. Конечно же, это благодаря тому, что и глава округа Андреевич Иванов, и управление образованием, и родительская общественность уделяют качеству питания уже на протяжении, пристальное внимание, на протяжении уже нескольких лет. И, в общем-то, к такому требованию, посылу президента мы были априори готовы. Да, конечно, какие-то вещи пришлось нам докручивать. Ну, например, порядка где-то 15 миллионов надо было бюджетных денег еще раз израсходовать на приобретение дополнительного оборудования технологического для приобретения мебели в залы. Опять же, это дополнительные места. То есть, чтобы было это и не в ущерб уже деткам, которые питаются, но, тем не менее, численность увеличилась детей, которые получали питание, поэтому, в общем-то, требовало некоторой доработки. Но по сравнению с тем количеством, с тем охватом питающихся, это почти 74%. У нас более 48 тысяч учеников, и вот 74% из них получают горячее питание. Только где-то 28 тысяч – это начальная школа. То есть, в общем-то, нагрузка достаточно значительная и на оборудование, и на руководство школы по обеспечению питанием, и на питающую организацию. Но с этой задачей мы справились. Мариана, ну, родители, безусловно, всегда уделяют пристальное внимание питанию детей как дома, так и в школьных столовых. Вот такая массовая программа началась в Подмосковье где-то, наверное, год-полтора назад. До этого как обстояли дела со школьным питанием? Часто ли вам в сообщество поступали, может быть, какие-то жалобы, просьбы, пожелания? На самом деле, Жень, вы абсолютно правы, что с февраля прошлого года была такая замечательная инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева с тем, чтобы предоставить родителям возможность проверить самим и попробовать, чем питаются дети в школьных столовых. Чтобы не было домыслов, да, и чтобы каждый родитель мог по желанию прийти и попробовать, что вкусно, что невкусно, и уже создать свое объективное мнение о качестве школьного питания. Но хочу сказать, что на самом деле, как Олег Васильевич сказал, мы действительно достаточно долго, всегда на самом деле, раньше мы уделяли большое пристальное внимание школьному питанию, потому что не секрет, что у нас дети практически половину дня, а то и больше проводят в школе. И, конечно, нам очень важно, чтобы это питание было не только здоровым, но еще и вкусным, потому что дети, конечно, у нас иногда бывают такие привереды, им хочется что-то вкусного. И каждому свое ведь что-то хочется. Да, и, конечно, не всегда дома они, скажем так, едят вот прямо то, что надо, иногда бывают как-то, да, какие-то и послабления, но в школе должно быть все по-правильному. Главное, вкусно, вот как хорошая домашняя пища. Поэтому мы, в свою очередь, родительское сообщество, мы всегда тоже контролировали. И этот процесс изначально у нас был на договоренности, согласовании и с главой Андреем Робертовичем, и с управлением образования, что мы формируем свою рабочую группу, и мы идем во все образовательные учреждения, в принципе, и садики, и школы, и проверяем качество питания. Более того, у нас были определенные требования уже с моей стороны, то есть я сказала, что все наши родители должны быть с медицинскими справками, медицинские книжки, это для того, чтобы зайти в святая святых, да, на пищеблог, посмотреть, как готовят, из чего и сам процесс. Поэтому, в принципе, у нас все было под контролем. Олег Васильевич, к нам на канал неоднократно поступал вопрос, причем от родителей. Вот если ребенок учится в первую смену, все понятно, ему полагается завтрак. А если это вторая смена, что ему полагается? Полдник, обед? Это вы про начальную школу говорите, про 6, 1, 4. Да, если вторая смена, то полагается полдник, но это горячий полдник. То есть это практически по составу, по физиологическим нормам, это тот же завтрак. То есть это горячий полдник, тот, который положен детишкам, который учится во второй смену. Вы сказали, да, для того, чтобы выполнить пожелания президента, мы провели колоссальную работу на пищеблогах. В первую очередь по техническому оснащению. Вот давайте поподробнее на этом остановимся. Какую работу провели? В течение лета мы неоднократно выезжали, смотрели, наблюдали. Вот над чем пришлось поработать? Ну, в первую очередь, конечно, где-то замена технологического оборудования. То есть основные фонды где-то уже устаревшие, где-то просто мы загодя, что называется, забегая вперед, чтобы ту нагрузку, которую, в общем, технологическое оборудование будет выдерживать при увеличении питания на такое количество детишек, то есть чтобы оно, в общем-то, было соответствовало современным нормам, требованиям и смогли обеспечить всех, кого должны. То есть помимо начальной школы, да, как я говорил, это 28 тысяч, у нас еще есть те ученики, которые по постановлению главы округа, те категории детей, которые питаются также бесплатно. И они тоже есть, их тоже мы обеспечиваем горячим питанием. А это уже дети там с 5 по 11 класс. И, в общем-то, это первое, что было сделано. Второе, это дополнительная мебель в залы приема пищи, которые, в общем-то, чтобы не создавать толчую, чтобы, в общем-то, удобно. Самое главное, чтобы еще и соблюсти меры противодействия состранения коронавируса. То есть это дополнительные столы, стульчики, то есть вот это было сделано. Что касается состояния самих пищеблоков, залов, повторюсь, внимание главы округа к организации питания с самого первого дня пристальное. И поэтому поэтапно, постепенно, в общем-то, во многих уже школах на пищеблоках сделаны были ремонты и серьезные, и текущие, и косметические. Поэтому пищеблоки в хорошем состоянии. А вот технологическое оборудование нужно было где-то докупить и сделать. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Я. Татьяна, очень приятно. Вы хотите задать вопрос? Да, я хочу задать вопрос. Мой сын учится в 17-20-м, и у меня в списке нет претензий питания. У меня волнует следующий вопрос. Появится ли в ближайшее время возможность у детей в школах оплачивать питание банковской карты? Это было бы на самом деле очень удобно в настоящее время. Спасибо большое, Татьяна, за вопрос. Хороший вопрос. Серьезный вопрос. Современный. Современный вопрос. На самом деле, ну, не банковской картой, а пластиковой карточкой у нас уже идет в некоторых образовательных учреждения оплата питания. Причем можно, выражаясь языком айтишников, зашить в эту карту и контрольно-пропускной режим, и информацию о ребенке, когда он вышел, зашел. То есть через Куды, систему контроля управления на доступом. Подарок для родителей просто, правда. И могут приходить смски, что купил, что сделал. То есть, в общем-то, максимальное расширение программного обеспечения. Первый пилотный проект у нас начинался в Одинцовской лингвистической гимназии. Марьяна Николаевна, может, даже подробнее, если... Мы обязательно сейчас спросим. Позвольте рассказать про это, да, как мама, как родители, насколько это было в прикладном плане, в применительном, удобно или неудобно. Ну, насколько мы знаем, мнение всех родителей, это было удобно. Второе образовательное учреждение – это Барвихинское, где школа, где, в общем-то, мы запустили этот проект. Много разных компаний, процессинговых, и кто обеспечивает организацию питания, расчетов за питание по карточкам. Вот, мы взяли, выбрали одну из компаний, которая давно в Российской Федерации, не только в Московской области работает, и именно по организации оплат за школьное питание. Потому что, как я уже сказал, здесь можно привязать и контрольный пропускной режим, и оплату школьного питания, и оплату буфетной продукции, то есть, в общем-то, максимальная. Действительно, это удобно. Действительно, это, ну, в первую очередь, это и гигиенично, с точки зрения, там… Не нужны деньги, да, руки брать с ребенком. Да, не нужны деньги, там, что-то, если в буфете детишки хотят докупить. Вот, и главное для родителей, вот первое было мнение родителей, что мы можем контролировать, опять же, касается, когда буфетной продукции, что ребенок взял, что купил, там, и вообще пообедал или не пообедал. Вот, поэтому эта практика есть, мы ее постепенно будем внедрять во все образовательные учреждения, во все. Марьяна, расскажите, пожалуйста, поподробнее, вот как давно в ОЛГЭ эта система заработала, что говорят дети, что говорят родители. Детям, наверное, немножко обидно их теперь контролировать, что в буфете покупают. Ну, вы знаете, таких жалоб со стороны детей я не слышала. На самом деле, действительно, это очень удобная система, и хочу сказать, что тут была, действительно, наша инициатива, как родителей, ввести эту систему, потому что есть различные формы, скажем так, безналичной оплаты, и там, я не знаю, там и ладошки, и какие-то браслеты. Но вот мы остановились, решили попробовать такую систему, вот, выбрали фирму, в принципе, они были, опять-таки, да, там, предложены достаточно, ну, как бы активно согласились на сотрудничество. И я могу сказать, что это действительно удобно. Единственное, что просто надо не забывать пополнять баланс. Опять-таки, ставится очень удобное приложение, например, на телефон, да, и можно, опять-таки, через это предложение и пополнять баланс. Можно подключить услугу информирования, тебе будет приходить смс-ка о том, что ребенок действительно купил, поел. И, ну, это стоит небольших денег, совсем, я не помню, там, рублей 40 в месяц. Опять-таки, если родители не хотят это делать, то просто зайдя в личный кабинет, они могут посмотреть ежедневно историю покупок ребенка. Это тоже достаточно удобно. Вот, также можно, опять-таки, по согласованию с этой организацией, мы попросили, и они установили специальные такие аппараты, через которые можно пополнять баланс-карт без всякой комиссии. То есть это стоит при входе в школу, я обязательно точно знаю, что в Барлищинской школе такой есть у нас. То есть тоже достаточно удобно, наличными можно пополнить баланс. Поэтому я думаю, что это действительно хороший опыт, и я надеюсь, что действительно во всех школах это будет применено. Более того, насколько я знаю, это можно еще совместить и с пропускной системой, да, Николай Васильевич? У нас скуды есть практически везде во всех школах. Много карт, ребенку таскать с собой не придется. Одна карта. Да, такая многофункциональная карта, да. Дети славятся тем, что теряют, все поэтому очень удобно должно быть. Но тут хочу, вы знаете, вот Татьяну, которая обратилась, я хочу ее поддержать. И может быть, вот в эфире обратиться к вам, Олег Васильевич, с просьбой. Действительно, есть пожелания очень многих родителей, может быть, провести переговоры. Если питающая организация пойдет на это, то продумать систему безналичной оплаты банковскими картами. Это для учителей и для старшеклассников очень актуально. Поэтому, может быть... Которые больше являются держателями именно уже дебетовых карт банковских. Ну, да. Ну, учителя, как взрослые люди, конечно, у них могут быть и дебетовые, и кредитные. Ну, да, зарплатные карты. Да. Но, например, дети, точно я знаю, что у старшеклассников такие карты есть. И тоже это, конечно, достаточно удобно. Это просто бы расширило различные возможности безналичной оплаты. Мы продумаем, да, потому что здесь, конечно же, нужен будет и банк-оператор, и терминалы дополнительные, которые нужно будет устанавливать на пищеблоках. То есть это, ну, скажем так, программа минимума – это вот те карточки пластика, о которых мы говорим, которые можно рассчитываться безналично, которые привязаны к личному кабинету, и там уже один оператор выбран. И вторая история тогда – это уже дальнейшая перспектива, возможность банковскими картами. Олег Васильевич, расскажите, пожалуйста, как организовано питание в школах? Готовится прямо в столовых или какие-то сторонние организации привозят уже готовые блюда? Нет, у нас во всех школах, во всех школах оборудованы пищеблоки, да, у нас есть, ну, допустим, как вот сегодня открывали второе здание, 12-я школа, там, опять же, есть пищеблок, есть зал для приема пищи, и оборудование такое доготовочно и разогревать. Да, но во всех остальных школах у нас полноценные пищеблоки для полного цикла, и питающая организация, которая по результатам конкурса победила, она завозит продукты в соответствии с санитарными нормами, и из них уже готовят пищу, готовят блюда для детей. Поэтому все готовится, и, как говорят рестораторы, из-под ножа. Марьяна, я так понимаю, что у родителей вопросов вот нет ни по продуктам, ни по готовке, потому что в Барвихинской вот как раз школе, там родители были горой за питающую организацию, просили оставить и не менять. Ну, вы знаете, как говорится, здесь сложно, да, говорить о том, что вот мы хотим кого-то оставить, потому что, как вы знаете, мы живем в правовом государстве, и мы, наверное, да, любую какую-то вот такую деятельность должны регулировать законом, и есть ФЗ-44, который мы не можем обойти в данном случае, как бы нам не хотелось, может быть, сделать там. Я перебью Марьин Каун, но вы можете, мы не можем, как чиновники, как и ваш дабы. Ну, в ваш дабы уточнение. Да, хорошо, но в любом случае я понимаю, что это обязательное условие, чтобы был конкурс на ту или иную услугу. Видите, Олег Васильевич уже какими умными фразами говорил. Профессионал. Да, вот, поэтому каждый раз эта услуга разыгрывается, заходит новая питающая организация, но я хочу сказать, что в любом случае я рада, что руководство питающей организации всегда открыто к диалогу. То есть это не какая-то закрытая структура, которая вот... Как мы сказали, так и будет. Да, то есть в любом случае они в диалоге с родителями, они знают, что в Одинцовском городском округе очень активные родители, очень активно участвующие и в общественной жизни, не говоря уже о жизни своих детей. Поэтому питание, конечно, это наш приоритет, и с питанием всегда у нас на самом деле было очень хорошо. Поэтому какие-то пожелания, какие-то просьбы, они всегда обсуждаются, учитываются, и выстраивается вот тот, наверное, какой-то алгоритм работы, естественно, не нарушая, там, скажем, да, санпина это, естественно. Но, тем не менее, все делается для того, чтобы нашим детям было лучше, вкуснее и здоровее. Олег Васильевич, а как разрабатывается меню для школьных столовых, и как часто оно обновляется? Это в каждой школе решает ответственное за питание человек, или оно единое для всех действует? Нет, ответственное за питание у него строго. Другие функции должностные, меню, ну, во-первых, меню по исполнению поручения президента для начальной школы изначально рекомендовано Министерством потребительского рынка, Роспотребнадзором. То есть ничего придумать не надо? Да, придумать не надо, и оно зашито, как мы говорим, в конкурсную документацию. И когда питающая организация выходит, причем оно утверждено Роспотребнадзором, и когда питающая организация выходит, она уже знает и готовится, и технологические свои карты составляет, исходя уже в рекомендованную меню. Да, оно меняется, заменяется блюдо. Меню у нас 10-дневное, да, и попрошлись 10 дней, оно подлежит замене. Ну, вот основные блюда и основное меню для начальной школы, оно утверждено. С 5 по 11 класс также в конкурсной документации уже там не утвержденное, а рекомендованное меню, и питающая организация по согласованию с Роспотребнадзором, с управлением образования может вносить корректировки. Но после внесения корректировок, опять же, следуя санитарным нормам, физиологическим, санитарным нормам, все равно это меню утверждает Роспотребнадзоре, также 10-дневное меню, и по нему работает. В четверг рыбный день? Не могу не спросить. Или все зависит от школы? Ну, на самом деле, от школы, ну, как ты поустановишь в традиции, действительно, во многих рыбный день четверг есть. Правильно, рыба полезна для головного мозга, фосфор необходим. По-моему, у нас позавчера был рыбный день, мне казалось, понедельник. Ну, в зависимости от школы уже, да, то есть, ну, во многих действительно, когда с проверкой приезжаем, да, есть рыбный, да, в четверг. А какие блюда обязательно должны быть в меню, а каких там быть не должно ни в коем случае? Ну, какие-то такие, ну, популярные, известные блюда, да, вот если говорить про меню, ну, например, там, макароны по-флотски, которые там порой дети любят, они запрещены, там, пельмени тоже запрещены, все, что связано с арахисом. Естественно, в приготовлении блюд исключены и запрещены растительные жиры и так далее. То есть, в общем-то, есть определенный набор блюд, ну, для, ну, это больше даже буфетной продукции касается, а всевозможного рода, там, газированные напитки, энергетики и прочее тоже запрещены. Вот, поэтому строго санитарными нормами регламентированы и нормы физиологические, калорийность, ну, и состав блюд. Вот, исходя из него уже питающая организация это меню и форматирует. Организация питания учащихся образовательных учреждений нуждается в реформировании. За дело берется шеф Константин Ивлев. Он разработал меню для школьных столовых и некоторые блюда удалось попробовать, мне кажется, Олегу Васильевичу и наш в съемочной группе. Внимание на экран. Недоеденная каша и невкусные рыбные котлеты. Школьное меню давно пора кардинально менять. За дело берется шеф. Константин Ивлев в Одинцовской школе номер 17. Повара в ожидании. Приготовленные ими блюда будет пробовать знаменитый телеведущий. Константин дал хорошие рекомендации. Хотим, чтобы Константин в лучших традициях и оценил. Я буду оценивать не в лучших традициях своих телешоу, а я лучше буду. Дорогие коллеги, всем спасибо огромное. К приезду известного шеф-повара готовились заранее. Все блюда строго по его рекомендациям. Константин Ивлев разработал меню для школьных столовых. Блюда вкусные и полезные, а самое главное – есть из чего выбрать. Если раньше нами никто не занимался, неважно, есть у человека аллергия, нет у человека аллергии, есть восприятие лактозы, нет восприятия лактозы, то сейчас, слава богу, у нас есть возможность реагировать на такие моменты. И поэтому одно из основных кризисов моего предложения с точки зрения питания является как и возможность, как Ирина уже сказала, возможность выбора. Задача со звездочкой для родителей – накормить привередливого ребенка. Константин Ивлев и российское движение школьников занялись его решением совместными усилиями. Провели опрос и выяснили, каких блюд в меню столовых быть не должно. Самые нелюбимые блюда у школьников – это рыбные котлеты, не хотят есть ни при каких условиях. Также в число нелюбимых попали жареная печенка, гороховое пюре, перловка, полуфабрикаты и серый омлет. Вот мы вывели новое топ-блюдо – серый омлет. Вместо серого омлета – каша-гранола. Приготовить можно как на обычном молоке, так и на безлактозном. Кажется, в новом меню учтены все нюансы. Здесь и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо. Каждый может выбрать то, что ему по вкусу. Куриная грудка, индейка. Мы изначально с вами знаем о том, что это недорогой продукт. Шпинат. Шпинат еще с самого детства, с разных мультфильмов, мы знаем, что это дает нашему организму что? Силы. Силы дает шпинат. Если сливочный соус дает возможность просто-напросто куриную грудку, если даже зачастую она может быть слегка пересушенной, потому что это вообще белок, то мы как раз макаем в этот соус и что? И получаем ту сочность для того, чтобы просто-напросто это лишний раз еще более комфортно зашло. И, конечно, фаворит всех поколений – пирожки. Без них тоже никуда. Одними из первых эксперимент со школьным питанием оценили ученики 17-й школы. Пирожок с мясом очень вкусно. Михаил. Слушай, как ты думаешь, что теперь вкуснее будет в столу, если вот эта программа заработает? Да, потому что теперь все стало, как бы, температура вполне хорошая, чтобы для приема пищи. Все свежее и очень вкусное. Очень вкусно. Здесь помидорки. Ну и много всего другого. Обычно было много салатов и суп. Вот такой салат нравится? Очень, да. Разработано Константином Ивлевым, одобрено школьниками. Кстати, контроль питания дети берут в свои руки. РД-шефами уже захотели стать полторы тысячи учащихся. К слову, новое меню пока только рекомендация, легко исполнимая с точки зрения финансовых затрат. Есть, соответственно, задание. Мы его будем делать и мелкими шажками подготавливаться к следующему учебному году, для того, чтобы уже в следующем учебном году уже была ясная картина, а точнее ясная поляна в столовой, как говорится. Одинцовский округ готов принять участие в эксперименте. Новое меню школьники оценят уже в следующем учебном году. А нашей съемочной группе уже удалось это сделать. Сэндвич с тунцом, овощной салатик, куриное филе в сырно-сливочном соусе со шпинатом и облепиховый морс. Сейчас то, что нужно. Богат витамином С. Говорят, это не только красиво, но еще и вкусно. Впрочем, у представителей средств массовой информации есть возможность все это попробовать. Очень хочется верить, что такое действительно вкусное питание скоро будет во всех школах страны. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о школьном питании. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Олег Васильевич, нашей съемочной группе удалось попробовать меню для школьных столовых от Константина Ивлева. Удалось ли вам? И если удалось, то как на вкус? Мне тоже удалось. И с профессиональной точки зрения интерес был. И так, в общем-то, достаточно все было красиво представлено и аппетитно. Тоже удалось. Но мнение про само меню, да, конечно, все вкусно, хорошо. А если же дальше немного расшить этот вопрос, да, смысловая нагрузка этого мероприятия и там перспективы развития. Ну, в первую очередь и, в общем-то, на этой встрече Ирина Владимировна Плещева говорила о том, что надо больше для перспектив как-то соединить пожелания деток. Это наши главные контролеры. То есть не всегда то меню, которое устоявшееся, которое традиционное, оно не всегда, допустим, вкусно или популярно у детей. Хотя, опять же, должен сказать, что мы все-таки должны прививать культуру именно здорового питания детей. Вот, допустим, исполняя поручение, когда мы начали, я уже сказал ранее, что меню для начальной школы, оно утверждено Министерством потребительского рынка, Роспотребнадзором. И там, главное, одна из главных составляющих на завтрак – это каша. Многие детки, ну, не едят кашу, непривычно, нет культуры. И, в общем-то, скажем так, потребовалось время. Это и не неделя, не две, но какое-то определенное время, чтобы совместно с классными руководителями, с родителями, в общем-то, деток к этому приучить. Так и здесь. Прививая культуру правильного питания, но тем не менее надо слышать детей, что им нравится, как им нравится. Ну, а задача Константина Емлева, как шеф-повара, именно из того, подсказать нам, или в какую-то программу в дальнейшем вывести, подсказать нам, кто организовывает питание, кто составляет конкурсную документацию, кто составляет меню на разных уровнях, как из тех продуктов, которые разрешены санитарными нормами и разрешены для детского питания, как из этих продуктов сделать какие-то интересные вещи, понятные и любимые детям. То есть это такой симбиоз, такая коллаборация, выражаясь сложным словом, сегодня популярным, разных направлений, то есть детей, профессиональных шеф-поваров, и нас, власть, чиновников, которые, в общем-то, отвечают и должны это питание организовать. Ну и конечные цели, естественно, да, должно быть полезное, здоровое питание нашим детям, что, в общем-то, были довольны и учащиеся, ну и родители. И пустые тарелки у школьников. А я напоминаю, что мы в прямом эфире, 8495-508-86-84, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, меня зовут Надежда Егоровна. Очень приятно, Надежда Егоровна, спрашивайте. Я бабушка, вот вожу в школу, в первый класс своего внука. В какую школу? Вы знаете, у него аллергия, аллергия в шестую школу. У него аллергия на молоко. Он не ест у нас, ни в садике не ел, нигде не ест кашу. Утром каша, следующая, значит, что кормили? Какао, все на молоке. Он это ничего не ест. Ну, если вместо молока, я имею в виду, можно же сделать там сок дать или что-то. Бывает бутерброд, а он говорит, а я, а если, говорит, дают чай, то там, бабушка, он такой сладкий, приторный, его пить нельзя, этот чай. Ну, что-то другое можно заменить. Ну, вот ребенок. И многие, вот все сидимы утром с бабушками, когда встречаем, и все говорят, кашу не едят. Ну, целая проблема. Вот из этого можно же сделать, потому что не едят дети. Спасибо, Надежда Егоровна, за вопрос. Вот что делать в такой ситуации? Ну, как раз то, о чем я говорил, что каша, любой диетолог, любой врач скажет, что, в общем-то, каша, она полезна и детям, и взрослым. И вот здесь как раз культура, привитие культуры здорового питания и полноценного питания, она как раз вот лежит и на наших плечах, на плечах бабушки, которые звонили, родители, администрации школы. Но когда есть противопоказания медицинские, там, к лактозе, еще к чему-то, аллергены, у детей могут быть аллергии, да, то здесь через заявление на директора, через классного руководителя, и, конечно же, можно, и это делается индивидуальное приготовление, индивидуальное меню для такой категории деток. То есть это не... То есть нужно Надежде Егоровне или родителям подойти к руководству школы? Да, да, это не исключение. То есть такие случаи есть, они встречаются, и, в общем-то, решаются достаточно просто и без проблем. Вот, кстати говоря, Константин Ивлев, когда презентовал свое меню, сказал, что надо учитывать такие моменты, если у ребенка аллергия на молоко, значит, соответственно, должно быть блюдо на завтрак без молока. Ну, то есть у ребенка должен быть выбор. Вот, Марьяна, вы как мама поддерживаете начинание? Ну, смотрите, я хочу, во-первых, сказать, что просто, наверное, бабушка, ну, может быть, как-то не знает, да, так как она бабушка первоклассника, хотя на самом деле это должна быть обязанность классного руководителя сказать о том, что у бабушки или у законных представителей ребенка есть абсолютно такая возможность в соответствии с медицинскими противопоказаниями, например, к молоку, да, там может быть лактозная непереносимость, приносится справка от врача, и ребенку делается какое-то индивидуальное питание, потому что, опять-таки, не надо делать ничего в ущерб здоровью, и ребенок не должен быть голодным в школе, то есть такая ситуация может быть. И это все, на самом деле, достаточно легко решается. Также я хочу сказать, что, вот опять-таки, если мы, например, говорим, да, про какие-то, там, например, слишком сладкий чай, ну, вот мы даже, Олег Васильевич, да, вы помните, мы как-то с вами обсуждали, что, может быть, те нормы, которые раньше применялись, да, там и к сладости напитков, и к сладости каши, наверное, как-то вот раньше, я не знаю, вот казалось, что надо вот более сладкое все делать. Сейчас у нас есть возможность детям предлагать фрукты, то есть, да, там, как бы, более такое. Вот не могу не спросить у вас, как у специалистов, а нельзя просто поставить детям сахарницу, чтобы они, например, и не сладкий чай, чтобы они добавляли, соответственно. Ну, тоже нельзя, потому что, по большому счету, нет гарантии того, что там дети это сами как бы не... А потом есть нормы. То есть нельзя как бы, да, ни больше, ни меньше, то есть есть вот эти вот, да, как бы нормы. То есть, наверное, меньше можно, больше тоже точно нет. Но в любом случае хочется, конечно, вот каким-то образом это корректировать, чтобы, скажем так, вот те требования Санпина, которые были и есть, они тоже шли в ногу со временем. Потому что пристрастие детей тоже меняется. Как я сказала раньше, вот хотелось более сладкий чай, а сейчас мы понимаем, что это может быть невкусно, и дети так не едят. Поэтому вот периодически, наверное, надо прислушиваться и что-то немножко корректировать. Хотя я еще раз хочу сказать, что я надеюсь, что никогда, например, то, что дети любят картошка фри, у нас в школьном питании не будет. Хотя я думаю, что в большинстве бы с вами она пошла на ура. А с другой стороны, знаете, вот у меня двое детей. Один будет сидеть просить чай сладкий, а другой будет просить чай без сахара. И тут, собственно, не угадаешь, а в школе детей гораздо больше. Кому-то нормально-то столько количества сахара, кому-то будет много. Поэтому сложная задача у поваров накормить наших детей. Буквально на днях было родительское собрание в нашей школе, на котором педагог сказал, «Ваши замечательные дети школьной столовой носы от каши воротят. Зато потом идут в школьный буфет и делают ему хорошую выручку». Вот бороться с этим, наверное, не получится. Что должно быть в школьном буфете, чтобы ребенок, ну, все-таки не поев кашу, съел что-то полезное? А чего там быть не должно? Ну, как я сказал, и про блюда, да, то есть буфетная продукция, она тоже строго, жестко регламентирована и санитарными нормами, то есть отсутствие, как я говорил, растительных жиров, арахисового масла. То есть чипсы мы там не увидим. Чипсы там никакие. Фруктовые можем увидеть. Фруктовые, да. А все остальное, жареное и прочее, это нет. Причем мы рекомендуем, да, и питающие организации, чтобы как можно меньше, вот о чем сейчас говорили, было сладко, сладостей, чтобы больше все-таки было каких-то вещей, ну, полезных, там и те же фрукты, и водичка простая, негазированная, и так далее. То есть ассортимент буфетной продукции, он тоже строго регламентирует санитарные нормы. Олег Васильевич, если поступают жалобы на школьное питание, как она отрабатывается? Как система работает? Ну, смотрите, жалобы может поступать, да, из разных источников. Ну, во-первых, контрольные мероприятия, особенно это и прошлый год, они усилились, дополнились в этом году, продолжается календарный, я имею в виду и учебный год, и прошлый, и действующий. То есть контролируется, как мы уже ранее с вами обсуждали, родительской общественностью, причем родители записываются на школьном портале, составляется график, то есть, да, действительно, они обязаны прийти с медицинскими книжками, маски, перчатки, ну, по согласованию с администрацией школы, проходят, помимо того, что святая святых там на пищеблок, могут попробовать, протестировать именно работу бракиражной комиссии, смотрят журнал, могут протестировать именно готовую продукцию. Родительская общественность, плюс, вот, управление образования, по графику, сотрудники управления образования выходят в образовательное учреждение и тоже контролируют по тому же чек-листу, контролируют качество производства, то есть, там достаточно подробный чек-лист, он и разработан управлением образования, рекомендован министерством образования, там смотрится все, повторюсь, от бракиражного журнала продуктов, которые пришли и находятся на пищеблоке, заканчивая посудой, школы, внешним видом, медицинские карточки и так далее, то есть, достаточно объемный материал для контроля, плюс, контролируют сотрудники министерства образования, привлекают волонтеров, плюс, есть разного уровня контроль, контроль самой администрации школы, контроль управления образованием, о котором я говорил, и все это заносится на портале проверки Подмосковья, заносится в определенную страницу, и все это контролируется министерством образования, то есть, системы контроля такие разные уровни, разные плановые, да, и поэтому, в общем-то, мы и говорим о том, что требования, те, которые сегодня предъявляются качеству образования, мы к ним готовились уже там достаточно давно, а если вдруг выявлены какие-то нарушения, естественно, это актируется, неважно, каком уровне, будь то родительская общественность, или там контролер управления образования, или сама школа, то есть, это все актируется комиссионно, приглашается питающая организация, ну и там уже в правовом русле эта ситуация разбирается, то есть, это если некачественный продукт, это замена, если какие-то нарушения документов у сотрудников пищеблока, то здесь сразу замена, то есть, не дается время, то есть, все в рамках то, о чем Марьяна Николаевна напоминала, федерального закона 44, там четко прописаны те меры, те мероприятия, которые должен предпринять заказчик, в данном случае управления образования, для устранения нарушений питающей организации, но если, конечно же, питающая организация или какие-то злостные нарушения, или не выполнена установленный срок, там, 10-дневный срок нарушения, то вплоть до того, до расторжения контракта и внесения питающей организации в реестр недобросовестных поставщиков услуги, есть такой реестр, который контролирует федеральные антимонопольные службы, но это, говоря таким простым языком, черная метка для организации, она не сможет никогда больше заниматься организацией питания в социальной сфере. Бриана, задам быстрый вопрос, время у нас уже вышло, если родитель, он не хочет пойти на пищеблок, он просто хочет попробовать, чем кормит его ребенка в школе, для этого нужны медицинские книжки? Нет, для этого не нужны медицинские книжки, для этого нужно записаться или через портал госуслуг, или через электронный дневник, зайти на родительскую страничку и записаться на тестирование школьного питания. Ну, как еще вариант есть, можно, если нет возможности, человек не владеет, например, всеми гаджетами, которые я сказала, можно просто позвонить классному руководителю администрации школы и договориться об удобном времени, когда родитель придет. Ну, естественно, пока действуют у нас меры по противодействию не распространению коронавирусной инфекции, безусловно, перчатки, маски, ну, и человек, конечно, должен быть здоров. То есть, никакие, скажем, непонятные состояния здоровья, конечно, не допускаются. Так что, дорогие родители, пользуйтесь возможностью, вы можете как минимум вкусно покушать, ну, и, конечно, проконтролируйте, как кормят в школе вашего ребенка. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok